МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Новый урбанизм – градостроительная концепция, подразумевающая возрождение городского ландшафта на основе отказа от так называемого пригородного стиля жизни. Кстати, специалисты градостроения уже давно утверждают, что молдавская столица полным ходом движется по пути развития пригородного, провинциального стиля. Города или районы, построенные в соответствии с принципами нового урбанизма, небольшой и компактный. Здесь все необходимое жителям службы, магазинам и многое другое. Новый урбанизм отдает предпочтение велосипедистам, пешеходам. Автомобилям в таком городе отведено самое скромное место. В Кишиневе прошел градостроительный форум урбанизма и устойчивого экономического развития Кишинева, на котором прозвучало немало интересных идей и были представлены яркие концепции развития. Автор одной из них сегодня в студии. Жереми Петти и муниципальный советник Иоанн Штифаницы. И нам поможет в беседе с нашим французским гостем, очаровательной его спутницей Ирина Гамурарь. Здравствуйте. Бонжур. Ну вот, если можно, в общих чертах, а может быть даже и в каких-то деталях, особенность того проекта, для того, что вы представляли на этом форуме, какие предложения? Мы вас благодарим за то, что вы нас приняли сегодня. Donc, л'Амбассаде Французским гостем, в 2016, в 2016 году, решили сделать из урбанизма одну из своих приоритетов. Это связано с форумом, который устроил ОНУ в Эквадоре, Обитат 3. В течение тех трех лет, что я живу в Кишневе, я смог увидеть, что в Кишневе есть много проблем. Это связано с транспортными проблемами, а также с нелегальными строительствами, в том числе строительства возле посольства. Это связано с тем, что мэрия также хотела принять участие в решении этих проблем. Мы решили включиться также в этот процесс и принести опыт французский, и также решения, которые приняты в Франции. Мы устроили визиты во Францию для муниципальных советников. Например, М. Степаниса, М. Ванчеслав Булат, М. Иоанн Чебан, Мадаме Луся Качук, Парти Либерал. Например, для Иоанна Степаниса, для Мадаме Качук из Либерального партия, Иоанн Чебан, и Ванчеслав Булат. Иоанн Чебан, Мадаме Качук, Парти Либерал, Мадаме Качук, Парти Либерал. В прошлой неделе, Иоанн Чебан, вместе с генеральным архитектором Качук, Парти Либерал, был в Лионе, а также в Сент-Этиене, в Франции. Мы устроили конкурс для молодых архитекторов для благоустройства улицы 31 Августа и для ее превращения в пешеходную дорогу. А также для благоустройства зоны цирка. Также в апреле месяце был организован большой форум, в котором участвовали 12 эксперт-эксперт приглашенных из Франции. или городские выборные лица, а также архитекторы и специалисты в Парнисту. Для нас это очень важно, так как мы думаем, что у Кишинева большой потенциал. Это очень-очень зеленый город. Это очень-очень зеленый город. Также перед Кишиневым не стоит демографическая проблема, так как нет прироста жителей. Также у города есть многочисленные памятники и культурные наследия. Это из периода турецкого зонаро-иго, а также российской оккупации и, в том числе, наследие периода между двумя мировыми войнами. И, в конце концов, это очень-очень зеленый город, где мы имеем большую diversу культуру, этнику, лингвистику. Также большое разнообразие культурное, лингвистическое и этническое. И это очень-очень зеленый город, который, в результате, может быть большим интересом и большим интересом для взрослых поселений. И именно поэтому Кишиневы представляет большой интерес для иностранных туристов. И мы думаем, что жители и правительство не используют на все 100% все богатство Кишинева. Также их виды не включают все ресурсы города. Также в план городоустройства не включены все объекты культурного наследия. Не обращается внимания ни на потенциал экономического развития, ни на пейзажи природные элементы. Итоги форума позволят нам выработать рекомендации по трём направлениям. Это историческое наследие и его экономическое использование. Это также зеленые насаждения природные ресурсы города. Это также городское планирование и возможности участия жителей в этом планировании. Я могу рассказать вам более в деталях, но я бы хотела дать вам слово Иоанн Степаница. Господин консул может также более детально об этом рассказать, но хочет уступить слово господину. Как раз хотелось бы даже задать вопрос вам. Смотрите, проделана достаточно большая работа, слушая то, что сейчас было сказано. За эти три года наши гости из Франции обратили внимание и на потенциал столицы, и на отсутствие потенциала у муниципальных властей реализовать потенциал столицы, сделать его привлекательным туристическим городом. И, в общем-то, это очевидно и нам, но в то же время, когда указывают нам на вот эти наши недочёты гости, столицы, то, наверное, кажется вдвойне обидно, потому что ведь реализовать подобные вещи под силу. Вот что мешает сегодня городским властям создать или придать нашему главному городу страны привлекательный туристический облик, и чтобы он ещё был бы удобен для проживания кишинёвцев? Во-первых, я хотел поблагодарить посольство Франции за поддержку и за интерес к урбанистическим проблемам города Кишинёва. И то, что было организовано, это мы нуждаемся в этом, и мы должны двигаться в сторону изменений и решением вот этих проблем, которые констатируем все вместе. И эти проблемы были очень чётко представлены, сфокусированы в французской посольстве. Но я вам хочу сказать, я, в общем, занимаюсь культурным наследием, не только Кишинёвой, но и по всей Молдавии. Но то, что творилось за последнее время в Кишинёве, я не один раз высказывался о том, что происходило с нашим культурным наследием в исторической части Кишинёва. И поэтому в 2015 год я сделал этот шаг в сторону Муниципального совета и поддерживал политический проект как альтернативу для Кишинёва, чтобы изменить ситуацию в городе и по исторической части Кишинёва, и в общем. То, что я высказывал, три объектива, которыми мы должны сосредоточиться все. Это реактуализация генерального плана. Раз. Два. Создание градостроительного плана для исторической части Кишинёва. И, конечно, механизм финансирования, проект реабилитации этих зон. И поэтому я думаю, что этот форум, этот конкурс, который был организован в этом году, он идет, это как шаг на решение вот этих проблем. Потому что мы все знаем, что у нас целая анархия по конструкции Кишинёва. Мы должны все это приостановить, и город должен развиваться интеллигентно. Или как сказать, как говорят, smart city. Чтобы был разумный город, чтобы был комфортабельный город. И чтобы жители не думали, как уйти отсюда, а как прийти, и чтобы был этот комфорт в городе. И поэтому я согласен, у нас есть этот бренд, как самый зеленый город. Потому что все французские делегации, которые я принимал, они делали вот такие выводы, что у нас как город-огород. Очень много зелень. И поэтому мы должны сохранять вот этот бренд. Конечно, мы еще имеем шанс сохранить вот тот бренд, который мы имели раньше. Да, мой белый город Кишинёв. Да, цветок из камня. То есть из того камня, который построен. Поэтому мы должны думать над проектами, чтобы вот это, сохранить вот это наследие. И все эти части, средневековье наследие, то, что советская архитектура. И после независимости, чтобы вот эти все слои, чтобы сохранить и поставить в ценность все это. Но для этого все должны соблюдать вот эти градостроительный план. Ну, конечно, я сказал, что мы должны его реактуализация, да, потому что он был одобрен 2007 года. Уже почти 10 лет прошло, поэтому каждая документация идет на реактуализацию. У нас очень много участков, где можно строить. Да, но для этого экономические агенты должны знать, что есть места, где можно строить. Да, допустим, мы должны более осторожно быть вблизи памятниками, да, чтобы не пошли на разрушение памятников. Есть участки, где можно пойти на реконверсацию, регенерацию вот этих пространств. И, конечно, там можно строить. Для меня очень хороший опыт, который я получал не только на прошлой неделе. Я не первый раз был во Франции, и для меня Франция всегда была примером, как работает механизм защиты памятников во Французской республике. Но и по-урбанистически, да, я был в Бордо, да, в Амьене, вот на прошлой неделе в Лионе. То, что мы должны здесь делать, это делать так, чтобы эти структуры специализированы, да, допустим, у нас есть Кишино-проект. Я хочу видеть, что вот эта структура занимается планификацией города, да. Мы ознакомились с такими структурами во Франции, как Ажанс дюрбанизм, да, Метрополь Лион, да. Ну, это агентство, урбанистическое агентство города Лиона, которое вот занимается планификацией, да, города или отдельных частей города. Поэтому для меня вот эти хорошие примеры дают мотивацию, чтобы соединить всех муниципальных советников, вот, вокруг этих идей, да, вокруг то, что мы побыстрее должны реакциализировать, вот, генеральный план и создание плана урбанистических зоналов по исторической части Кишинева. Потому что у нас есть участки, где строить, просто, чтобы был порядок, что строим, как строим, вот, чтобы это был, вот, закон, законно все это было, да. И, конечно, должна быть вот эта коммуникация, конструктивная коммуникация между профильной дирекцией примарии и муниципальным советом, да. Вот, если будет эта конструктивная коммуникация, я думаю, будут результаты. Если будут эти, которые были до сих пор, конечно, результатов не будут. Поэтому я всегда предлагаю, чтобы все вот оставили политику отдельно и сосредоточились на конкретные проблемы для города и для жителей Кишинева. Ион, то, что касается взаимоотношений муниципальных советников и городских служб, там непочатый край работы. И, мне кажется, там вам еще надо будет много и много работать. Потому что, вот, сегодняшний, во-первых, принят новый закон, который развязал мэру руки. И теперь еще муниципальный совет, как мне кажется, на вторых ролях у служб городских. Поэтому, мне кажется, здесь в идеале, конечно, вернуть хотя бы так, как было, а в идеале еще наделить муниципальный совет более сильными полномочиями, для того, чтобы он мог регулировать. Потому что одна голова хорошо, но когда, знаете, три десятка голов, то, конечно же, лучше. Это несомненно. И поэтому, в общем-то, вас выбирали, муниципальных советников, наши народные избиратели, вот в этом городском парламенте. Ну, это отдельная тема разговора, и неоднократно в программе «Городская среда» она поднималась. Но что же касается вот нашей с вами темы, хотел бы такой вот вопрос. Вы говорили о конкурсе молодых архитекторов. Первое, какие требования к их работам предъявлялись? И второе, вот если вы уже знакомились с их работами, то что, по какому пути идет творческая мысль молодых архитекторов сегодня? Мы устроили этот конкурс, потому что мы констатировали то, что нет никакого плана урбанизма, который был бы представлен жителям. То есть, в Франции, когда мы conceвем проект о реабилитации, то, в частности, многие проекты являются конкуренцией. И, в частности, в Франции, когда они хотят благоустроить какой-нибудь район города, жителям представляется несколько макетов, и они могут высказать свое мнение. Таким образом, жители могут принять участие в реконструкции своего места жительства, и это выглядит лучше. В Кишиневе, мы констатировали то, что городские власти обычно верят больше международным структурам, например, работам, и не обращают внимания на мнение жителей. Поэтому, для меня, в городе, это должно быть, во-первых, в городе для своих жителей. В городе, в основном, они должны быть в конце процесса для плана урбанизма. По нашему мнению, именно жители должны решать реконструкцию своего города. То есть, во-вторых, нужно, во-первых, чтобы жители смогли увидеть макет, и как они могут использовать свое мнение. То есть, во-вторых, не только жители, но и экономические агенты. Таким образом, главная цель форума была заставить работать в воображении молодых архитекторов и предоставить жителям и властям модели. Мы знаем, что есть проблемы, связанные с зоной цирка, так как там много материальных интересов разных персон, и уже есть некоторые части этого территории, которые уже распределены. По нашему мнению, это очень прескорбан, так как здание цирка очень красивое здание, которое должно быть под защитой. Это здание может быть центром очень благоустроенного района. Что касается улицы 31 августа, мы надеемся, что это все-таки будет в центре Кишинева благоустроенная пешеходная улица. Как во многих больших европейских городах. Но мы должны также подумать о экономических агентах и о благоустройстве этой пешеходной улицы. Потому что л'урбанизм, это не только техническая сторона, это не только проектирование зданий. Это, во-первых, должно быть учитываться мнение жителей. И также, то есть, мнение экономических агентов. И, по-instantу, нет рефлексий интеграции. До сих пор нет общего представления об этом. Я хотел добавить, что над этим конкурсом мы дали две задачи. Для охраняемой зоны и для внеохраняемой зоны. Для охраняемой зоны мы когда думали, что у Кишинева нет пешеходной улицы, такая, как мы видим в Бордо или в Барселоне. То же самое, мы думали, что 31 августа – это хорошая часть города, где можно только для пешеходов. Там музеи, там национальная библиотека, там театры, и поэтому национальный дворец. И поэтому мы думали, что эта часть города – это хорошее начало для проекта пешеходной зоны. И для цирка то, что это пока не застроенный участок города, поэтому есть цирк и есть вот эта зона, которая нуждается, чтобы она была как примером, как должен развиваться Кишинев. И вот создались две концепции. Первая премия была по пешеходной улице, и вторая премия по цирк и части территории возле цирка. И это очень хорошие экскизные проекты, поэтому я согласен с тем, что выбрали молодо-французские жюри, которые выбрали вот этот экскиз. И я хочу, чтобы в следующем году мы дошли до создания, чтобы план урбанистики, где деталь для этих частей, и уже 2018 год, чтобы то, что мы видим на экскизе, чтобы была реальность. Вот смотрите, как важно принятие этих проектов, участие самих горожан. Смотрите, французы нам на это указывают. Конечно, первые консультации были уже организованы после конкурса. Эти экскизы были представлены для всех. Они были в муниципальном совете, где были приглашены все жители города. И, конечно, еще консультации будут, потому что эти экскизы, так сказать, можно еще изменить некоторые. Потому что есть детали, где некоторые жители не согласны. Есть, можно закомплектовать некоторые вот такие идеи там. И поэтому я думаю, что вот от таких пилотных проектов мы можем начинать развивать город для людей, чтобы был комфортный город. Поэтому, я думаю, это хорошее начало, то, что мы начали в этом году. Я думаю, будет продолжение. И, конечно, я думаю, и муниципальный совет будет поддерживать и финансово эти проекты, и чтобы реализовать вот это в реальность. Поэтому я остаюсь оптимистом, буду оптимистом, то, что мы архитекторы, урбанисты создали в этом году. Это будем видеть в реальность. Вот, насколько я помню, территория, примыкающая к цирку, когда-то планировалась под застройку большого футбольного стадиона. Там, если вы наверняка там были, жереми, видели, там памятник футбольному мячу стоит до сих пор. Я понимаю, эта идея похоронена? Ну, если прошло 10 лет и ничего не было, я думаю, будет то, что было создано в этом году. И эта часть озера там они планировали, и амфитеатры, и арена, спортивная арена такая есть по этому проекту. Я думаю, все возможно в этой жизни, если вот есть идея, есть цель, и мы должны как-то... И желание реализовать. И чтобы было желание. Вот это дело, мы потеряли стадион. Смотрите, у нас был стадион, который начали реконструировать, тоже в центре города. Опять 10 лет прошло, и ничего не... Да, опять ничего не изменилось. В итоге новые не построили, старые уничтожили, и у нас столица, наверное, единственная в Европе, которая не имеет своего полноценного, хорошего, общедоступного стадиона. К сожалению, у нас все шло на разрушение. Вот республиканский стадион разрушили, цирк разрушили, органный зал был, вот сейчас проект по реставрации, но шел на разрушение. И поэтому дом Херца, дом Кликмана, а вот возле парламента и президентуры опять идут на разрушение. Поэтому мы должны вот сосредоточиться, потому что я вижу, что деньги в этом государстве было, ну, было, есть и было. Буду надеяться, что что-то осталось. Но после кражи миллиарда, как-то мне не так хочется сказать, что есть деньги. Но если так искать, я хочу сказать, что деньги есть, да. И не надо вот всегда бегать к нашим внешним партнерам вот так с рукой, дайте нам деньги. Нет, мы должны искать здесь, потому что если будем анализировать бюджет каждый год, я вижу, как тратятся деньги. Я очень возмущен, вот что у нас даются 180 миллионов на создание стратегии по секуритете статуса, да. Вот мы пишем эти стратегии, и все остается на бумажке, а деньги тратятся. А мы же с этими деньгами можем конкретно проекты делать, да, и вложить в архитектуру, в наследие, в лицо города, в лицо государства. Если мы хотим, чтобы деньги пришли в городе, в республике, мы должны вложить вот в культуру, в просвещение, в медицину, вот так. Вот, слушая вас, Жереми, я задался вопросом таким достаточно обывательским, может быть, не глубоко журналистским вопросом, но ведь многие кишиневцы знакомы вот с этим скандалом, который случился с посольством Франции, Молдови, когда ведь были нарушены все градостроительные нормы. Дипломатическая миссия, должна быть какая-то охранная зона, красные черта и так далее. И тем не менее, когда столичные власти предприняли, или наоборот, наплевали на все это, вы сохранили желание помочь городским властям. Это вызвано чисто альтруистическим таким убеждением, или может быть даже спасение утопающего здесь сыграло свою роль? Все здесь, незнакомые строительства, около посольства, мы посылали ноты и в мэри и также в правительство. Да, они выдали городостроительный сертификат, который дает право экономисту агенту проектировать, и поэтому здесь есть нарушение. В мэрии нас уверяют, что они не выдавали разрешение на строительство 10 этажного здания. То есть это было решение судя. После этого это было решение уже конституционного судя. Это уже высшая судебная инстанция. Это подтверждает то, что многие люди думают о судебном устройстве в Молдове. Но так как апелляционный суд дал свое согласие, мы уже ничего не можем сделать. Мы также увидели нарушения во время строительства. Например, то, что улица была заблокирована без разрешения. А также думаем, что был несчастный случай без строительства. А также трудовая инспекция, инспекция строительства, они не интересовались этим. Но это не очень сильно удивляют. Но в основном, мы не предприниматели. Мы не предприниматели здания, мы только снимаем его. И именно у владельца будут проблемы, так как вследствие этого строительства, у здания посольства больше нет больших ценностей. То есть все, что ему остается, это разрушить и построить что-то другое. То есть вы будете искать новую дислокацию? И да, посольство ищет себе новое. Смотрите, я такое замечание себе позволю. Это такая злая усмешка. Наш мэр все время утверждал о том, что мы европейская столица и будем строить город как европейскую столицу. Смотрите, какое отношение к дипломатической миссии колыбели демократии. То есть к дипломатической миссии Франции. Где зарождались многие законы, которые легли в основу того, что сегодня называется общий европейский дом. Конечно, очень грустно. Я от лица кишиневца приношу все возможные извинения. И будем ожидать, что эта проблема как-то разрешится для французского посольства. Знаете, это реальный пример, что у нас очень многие учреждения государства стоят только на бумажке. Мы реально хотели помочь французской посольству, потому что у нас есть сотрудничество еще раньше. Но когда посольство обратилось к нам, мы обращались к генеральной прокуратуре, градостроительной инспекции, парламентской комиссии по культуре, науке и СМИ. И министерство культуры проинформировали. И вот все эти структуры, они не сделали свое дело. Генеральная прокуратура ссылалась на это решение суда. Но решение суда, мы же знаем, какой юстиции у нас в Молдавии. То, что у нас нет правосудия в Молдавии. Не может вот это решение суда изменить вот эти дипломатические законы. То, что мы строим, мы должны скормировать с дипломатикой. Женевские конвенции отменить, по концу концов, невозможно только решение инфляционного суда. Плюс это историческая часть Кишинева. И этот проект должен пройти через Национальный консилий по защите памятников. Ни один, ни второй закон не был исполнен. И поэтому считается нелегально то, что я сказал, что сертификат был выдан. И это первое нарушение со стороны местных властей. Потому что если ты дал сертификат, ты дал право на проектирование. Чтобы он тратил деньги на проектирование вот этого дома по этому адресу. Поэтому есть нарушение со стороны мэрии Кишинева. А сейчас, чтобы вот так извиниться, это уже поздно. Поэтому и наше министерство иностранных дел должно как-то повлиять, чтобы не допустить такое нарушение возле посольства Франции. Парламентскую комиссию, председатель этой комиссии требовал, чтобы меня наказывали, чтобы я поднял вопрос. Потому что я поставил вопрос, когда меня вызвали в парламенте, почему экономический агент не был в этом зале. Были все лица, министерство культуры, градоставительная инспекция, прокуратура и мы, агентство по инспектированию реставрации. А экономический агент не был. Я только поставил вопрос, почему не пригласили экономический агент, чтобы был господин председатель, требовал у вице-министра, чтобы наказывали меня, что я поднимаю такие вопросы. Поэтому для меня очень многие учреждения только на бумажке. Они не делают свое дело. Не отвечают своему призванию, не отвечают своей роли. Коррупция уничтожает все в этом городе и в общем по республике. Поэтому у меня очень много вопросов. Это очень прискорбно, так как коррупция может разрушить весь город. Мы знаем, что у некоторых экономических агентов нет принципов. Например, киномический агент, который сейчас возводит здание возле посольства, выдвинул ультиматум Реалитата ТВ? Нет, это журнал ТВ. Журнал ТВ. Это не должно повышаться. Это выдаёт то, что у экономических агентов нет долгосрочного планирования. Они рассчитывают на мгновенную прибыль и не думают о будущем. Потому что они не спекуляют ценами на квартиры в центре города. И это приведёт к экономическому кроху. Так как в Кишиневе нет достаточного населения. Потому что цены на квартиры намного выше, чем возможности жителей. Только коррупция позволяет платить такие цены. Или то, что получают деньги из-за границы от своих родственников. Но выгоднее будет инвестировать деньги в более долгосрочные проекты. И вложить это в экономические проекты, которые будут выгодны всем жителям. И это не включает в себя строительство пятизвездочных отелей в парках Кишиневе. Потому что все эти проекты-то не имеют больший интерес от экономики. И с экономической точки зрения, это не представляет большого интереса. Лучше подумать о долгосрочном экономическом развитии. Это включает в себя торговлю и коммерческих агентов. Это должно быть включено в генеральный план урбанизации. Я понимаю. Но смотрите, такая ремарка. У сегодняшних застройщиков нет принципа. Мне кажется, есть принцип. Деньги ради денег. Поэтому там сегодня возводится везде, где можно. С другой стороны, я смотрю с точки зрения экономических агентов. Они хотят строить. Им только дай территорию, они будут строить. Будут осваивать ее. Поэтому здесь проблема в местных властях. Они должны думать, как развивать город. И они должны дать работу экономическим агентам. Для меня остается хороший пример. То, что я видел всегда во Франции. Местные власти всегда видят территорию, выделяют. И через аукцион дают вот эту территорию. И даже дают функциональность. То, что требует города. Вот нам нужна... То есть, строишь магазины и два дома. Магазины, детские сады, школы. И экономические агенты строят это. И вот все довольны. И местная власть, и экономические агенты. Если есть вот эта коммуникация, этот баланс, конечно, город развивается нормально. Если нет, то развивается вот так, как у нас. Видит какой-то угол парка и через коррупционных схемах вот и получает вот территорию, эту парку. И все документы, да, для разрешительных документов на конструкции. Все через конверт. Мы должны вот этот опыт ликвидировать и пройти так, как декларируется, как европейская столица, да. Но в европейских таких городах все идет на план урбанистичи, да. Который планируется, и это делается с местными властями. Поэтому вот специализированные дирекции примарии должны вот сосредоточиться. У нас была коммуникация с новым архитектором города. То, что мы должны сосредоточиться на таких структур, как вот урбанистические агентства, вот так сказать. И вот они, чтобы развивали вот этот город. И дали работу всем, да, и экономическим агентам, и всем. Ну вот вопрос любопытного журналиста. Знаю из прошлого, что, например, Кишинев строился на принципах зонирования вокруг каких-то промышленных зон. Когда даже инфраструктура транспортная, она строилась на основе того, как можно быстрее, короче доставить, допустим, работников, живущих в одном районе, к предприятию, которое находится в другом районе. И вот это зонирование было, ну, не знаю, таким градообразующим элементом. Сегодня в условиях совершенно другой экономики, знаете, такая постиндустриальная эпоха. Вот что бы сегодня могло рассматриваться в качестве градообразующего элемента? Вокруг чего строятся сегодня города? Ну, сегодня у нас, ну, понятно, мы живем там, в тех городах, которые остались нам наследства. Но из-за того, что градообразующий элемент исчез из комплекса, так сказать, внимания городских властей, как развивать город, и возник на этом месте хаос строительный. Вот что, как вернуть сюда градообразующий элемент? Вокруг чего нужно создавать это? Что должно быть главным в урбанистике? Я считаю, что в настоящее время нужно прийти к компромиссу и устроить общность между экономическими агентами, жителями. И услуги, это включает в себя образование, почту и все остальное. Мы, в данном случае, в Кишино, у нас есть ситуации немного абсурда, где мы видим новые квартиры, которые находятся в доме, которые находятся в доме, но без никакой активности экономики. В настоящем времени, в Кишниеве доходит до абсурда, так как появляются новые жилые зоны, где нет никаких услуг, ни коммерческих, ничего. Например, на Телецентре, есть зоны, где нет ни экономических агентов, ни школы. Таким образом, жители должны прибегнуть к транспорту или общественному, или личному транспорту, чтобы добраться до работы или до школы. Да, и уже дисбаланс происходит. Согрузка, перегрузка транспортных артерий. В центре есть высокие здания, и это предполагает большой транспортный поток. В то время как улицы не пешеходные, ни транспортные к этому не предрасположены. Таким образом, возведение 10 этажного здания в центре Кишниево поставят много проблем и для парковки автомобилей, и для транспорта. Таким образом, sic務, ты должен идти на улицу Влаикюр-Пиркалаб, с помощью для sky-тowers или левого стола Ради Санблу, это очень сложно. Например, возвращать прямо по улице Влаикюр-Пиркалаб, мимо Ради Санблу или Sky-тowers очень тяжело. Таким образом, лучше включить в план развития определенного района жилые здания, но также экономических агентов и представителей услуг. Для того, чтобы исключить необходимость использования транспорта и для того, чтобы уменьшить транспортный поток в центре. Таким образом, лучше перейти к идее разделения центра и создания пригородов. В общем-то, понятна стратегия. На сегодняшний день, конечно, как это реализовать в сегодняшнем Кишиневе, мне кажется, задача из непростых. Под занавесом у нас финал программы. Что вы думаете по этому поводу? Хотелось бы, конечно, понять, есть надежда у кишиневцев, что в муниципальном совете, понятно, уже родилась мысль и желание изменить что-то. Но чтобы эта мысль и желание уже стало действием. Если остаться оптимистом, я буду корот. Я желаю, чтобы была конструктивная дискуссия в муниципальном совете и с профильной дирекцией прибории. И чтобы все имели единую цель. Чтобы строили город для жителей, а не для отдельных таких экономических агентов, которые думают только о деньгах. Поэтому мы должны сосредоточиться на того, чтобы реакторизация генплана, создать четкий регулодежок над конструкциями в исторической части города. Чтобы в этих нарушениях мы поставили точки над этими нелегальными конструкциями. И чтобы приостановить фавилизацию города, потому что он теряет лицо. И чтобы думали только о жителе. Побольше конструктивных дискуссий и меньше политики. Спасибо вам за этот разговор. Я только хочу пожелать удачи нашим французским гостям. И оптимизма, и терпения. Потому что находиться, я думаю, в Кишиневе тоже так же непросто, как и нам. Но хотелось бы, чтобы ваши все предложения, все инициативы перешли в плоскость общения и с муниципальными чиновниками. Чтобы они смотрели на будущее Кишинева не сквозь призму. А что вот с этого мы будем иметь лично? А сквозь призму того, что мы дадим кишиневцам? Вот благодаря тому или иному проекту. Вот это было бы главное. И, наверное, многое изменило бы даже в эфирах наших программ. Мы говорили бы о том, как прекрасен наш Кишинев, а не наоборот. Но, тем не менее, спасибо вам за вот эту инициативу, за это желание изменить наш город к лучшему. Я думаю, что мы неоднократно вернемся к этому разговору и будем продолжать общение с вами и с муниципальными советниками, которые, ну, одни из наших главных помощников в изменении жизни. Если я могу сказать еще один последний раз. Мы рекомендуем очень много использование геополитики для блокировки все решения. Мы сожалеем о вмешательстве политики, о невозможности решить проблему. И также то, что некоторые партии используют геополитическую ситуацию в свою пользу. Потому что ситуация в Кишиневе не имеет никакого отношения к политике. Русские города очень хорошо управляются. А также эксперты, которые мы приглашали на форум, также сотрудничают и с Россией. И в Иркутске. Таким образом, если можно решить проблемы в Иркутске, можно их решить и в Кишиневе. Ну да, если в Сибирском городе можно построить европейский облик. В европейском Кишиневе, мне кажется, просто должны. Спасибо вам за этот эфир. Я думаю, что и кишиневцы внимательно слушали вас. Ну и жили хотя бы эти полтора часа. Это время, точнее, этой программы с надеждой. Будем продолжать эту тему. Будем вас с удовольствием приглашать в студию. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был гость из Франции, жирами пяти. И муниципальный советник Кишинел Иоанн Штифаницын. Ну а также, в общем-то, переводчица Ирина Гамураль. Спасибо вам. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»